Студенты-первокурсники Международного института рынка сегодня вместо учебы отправились проходить квест «Я выбираю право». Его провели специалисты Самарского дома молодежи, подняв в игровой форме вопрос о правонарушениях среди молодежи. Нам показалось, что это наиболее такая доступная форма, когда не мы что-то рассказываем ребятам, а у них есть возможность у самих разобраться в ряде вопросов, в игровой форме, в игровом формате. И вторая часть – это дискуссия, где уже мы можем обсудить конкретные правовые вопросы, поднять их вопросы, то есть не запугивать их, не говорить, что ого-го, закон – это очень опасно, а наоборот, познакомить их в таком приятном формате. Командам первокурсников предстояло пройти шесть станций, как творческих, где необходимо проявить фантазию, так и юридических. Плажил купить алкоголь для вечеринки. Куплен алкоголь, был распит в квартире одного из ребят. Возраст ребят младше 16 лет. Это что? Это… Административка. Квест-игру «Я выбираю право» провели для того, чтобы поднять среди молодежи вопрос о правовой ответственности, помочь сформировать представление о последствиях правонарушений и преступлений. Сценарий готовили юристы, специалисты по работе с молодежью. Например, есть кража. Мы предлагаем команде предложить варианты, почему человек совершил кражу. То есть это могут быть такие вещи, как финансовая недостаточность, да, это может быть желание быстро заработать на халяву, как такое бывает. Это бывает образ жизни социальный, потому что, ну, есть в определенных кругах такая вещь, как типа «это круто». Профессия юриста – это очень творческая профессия, а такие квесты, они заставляют тебя действительно думать нестандартно. Вообще вся вот эта юриспруденция, она в принципе про нестандартных людей, и такие квесты тебе позволяют раскрыть твой потенциал. В завершении игры студентов ждала дискуссионная площадка, где они смогли пообщаться с представителями правоохранительных и правозащитных органов. Всего специалисты Дома молодежи подготовили 10 выездов в различные учебные заведения областного центра. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара». Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.